В гармонии с собой и с окружающим миром и стать успешным. С чего же начать? А начать необходимо с осознания того, что сила и энергия для того, чтобы стать гармоничным и успешным, находятся внутри нас. Это та же сила, которая движет миром и правит галактиками. В каждом из нас есть частица этой силы, и мы обладаем возможностью воспользоваться ею, используя наши внутренние ресурсы. И такими ресурсами являются наши мысли, слова и наше воображение. Необходимо научиться правильно применять этот потенциал себе во благо для достижения всего, что нам необходимо. Наше подсознание связывает нас с невидимыми силами Вселенной и делает доступными для нас знания, которые нельзя получить никаким другим образом. Многие преуспевающие люди пользуются своей интуицией, и все успехи связывают именно с ней. Дело в том, что наше подсознание имеет доступ к неограниченному источнику знаний, в котором можно черпать новые идеи и ответы на все интересующие вопросы. Как же подключиться к этой силе? К сожалению, немногие используют настоящую силу разума. Необходимо осознать, что наш разум могущественен. Вначале трудно в это поверить, что объединенные мысли и вера дают такой источник силы, который делает невозможное возможным. Но это так. Как сказал Шекспир, все будет так, как в разуме свершилось. Если у вас есть сильное желание иметь что-либо, есть способ сделать это, настроить и запрограммировать свое сознание на получение того, что вы хотите. Как это ни странно звучит, необходимо, используя свое воображение, представить, что вы уже обладаете желаемым. Представить то, о чем вы мечтаете, уже ваше. К примеру, вы уже сдали экзамен на отлично, выиграли соревнования, желанная квартира или дом уже ваш. Вы уже уверенный и сильный человек. Наше воображение является огромной силой, если уметь и знать, как им правильно пользоваться. Поэтому, если научиться правильно применять визуализацию в своей жизни, то можно изменить очень многое. А что же такое визуализация? Это создание ярких образов, когда вы рисуете в своем воображении конкретные красочные картины или фильм и подкрепляете это эмоциями, например, радостью от того, что ваша цель достигнута. Учеными был обнаружен очень интересный факт. Оказывается, наш мозг не производит различия между реальным или воображаемым действием. Это прекрасно знают и очень давно применяют почти все профессиональные спортсмены. Когда вы используете визуализацию, ваш мозг начинает искать необходимую информацию, создавать события и всячески помогать вам, чтобы эти события стали для вас реальной действительностью. Вам начинают открываться новые возможности, встречаться необходимые люди, приходят в голову новые идеи, расширяются горизонты. Вы вдруг замечаете, что делаете совершенно неожиданные для себя вещи, которые являются ступенькой к вашей цели. Но для начала, конечно, необходимо определиться с тем, что вы хотите. Очень многие на вопрос, о чем вы мечтаете, отвечают, что хотят быть счастливыми. Когда вы используете визуализацию, ваш мозг начинает искать необходимую информацию, создавать, формировать события и всячески помогать вам, чтобы эти образы стали для вас реальной действительностью. Вам начинают открываться новые возможности, встречаются необходимые люди, приходят в голову новые идеи, расширяются горизонты. Вы вдруг замечаете, что делаете совершенно неожиданные для себя вещи, которые являются ступенькой к вашей цели. Но для начала, конечно, необходимо определиться с тем, что вы хотите. Очень многие на вопрос, о чем вы мечтаете, отвечают, что хотят быть счастливыми.